Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этом видео мы с вами посмотрим распаковочку PlayStation 5. Дело в том, что недавно спала эмбарго на PlayStation 5, и теперь все зарубежные блогеры показывают свои распаковки, которые мы сегодня и посмотрим. Кстати, мне очень интересно, кто у нас в России распакует PlayStation 5 первым. Мне почему-то так кажется, либо айтипедия, либо вилсаком. Не знаю почему, просто так кажется. В общем, как всегда, перед началом видеоролика попрошу поставить лайк, подписаться на канал, напишите в комментах, что вы думаете об этой распаковке, и давайте начнем. Вот она, плойчика. Так, вот та самая коробка. Кстати, с такого ракурса она габаритная, реально габаритная. Ну, потому что все-таки консоль она большая. Так, перчаточки, чтобы ничего не заляпать, наверное, скорее всего, а именно не заляпать глянцевую вот эту вот штуку, которая находится посередине. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Кстати, если коробку сравнивать, наверное, с коробкой Xbox, то Xbox, наверное, как-то запаковал свою консоль премиальнее. Не знаю почему. Кстати, если сейчас присмотреться, то кажется, что коробка сделана, наверное, не из такого офигенного материала. Я когда распаковывал Visual блойку, она сделана была, ну, наверное, из такого материала, который, ну, наверное, не презентабельный, не премиальный, а простая картоночка. Да. Все же, знаете, смотря вот на такую упаковку, кажется, что все-таки Xbox в плане какого-то эффекта вау сделал прикольнее, потому что они сделали там коробку, которая открывается как раз-таки, как, не знаю, коробочка из-под кольца или что-нибудь такое, как шкатулка. А плойка, она, по сути, сделала так, как делала всегда. Ну, скорее всего. Провода, кимпатик сейчас. USB-шку положили, вот это клево. USB-шки никогда не помешают. Блин! Я, конечно, не люблю придираться, но вот то, как запаковали именно плойку, выглядит очень дешево, потому что вот эти штуки, я понимаю, зачем их кладут, чтобы она при перевозке не разбилась, да? Но так или иначе, вот эти вот штуки, похоже, наверное, больше как из-под яиц. Ну, сейчас вы поймете, о чем я говорю. Вот, вот эти вот штуки. Я понимаю, что они нужны, но выглядят они крайне дешево и отвратительно. Но, опять же, это такие мелочи, на которые, там, при выборе консоли, мне стоит обращать внимание. Блин, вот они везунчики. Они среди первых получают консольки. Вот она. Кстати, мне очень интересует вопрос, это все-таки глянцевая сторона или нет, вот эта серединка, потому что кто-то в комментах мне писал, что это всего лишь типа пленка. На самом деле она якобы не глянцевая. Ну да, она большая. Она большая. И знаете, если вы сейчас внимательно посмотрите на плойку, сравняем с бананом, супер. Вот если вы сейчас посмотрите на PlayStation, то самый презентабельный и нормальный вид у нее, мне кажется, именно посередине. Когда вот видно вот эту штуку. Вот этот ракурс, который был, когда она стояла так, это самый офигенный ее ракурс. Если вот ее уже ставят вот так вот, да, или с обратной стороны, она фиг знает на что похожа. Как бы вот именно с такого ракурса она меня по дизайну не привлекает. Как бы в середине, да, довольно-таки интересно. А вот если смотреть сбоку, то что-то, ну, такое. Ну, здесь, в принципе, ничего такого нету. Кстати, если присмотреться под фокусом, то там, где были символы, там квадратик, треугольник и так далее. Если еще присмотреться, то вся вот эта вот текстура панели, она состоит из этих символов, а именно треугольник, квадрат, кружочек и тому подобное. Так, геймпадик. Ну, кстати, на самом деле вот геймпад нужно щупать, потому что нельзя вот так сказать, он прикольный или нет. Как по мне, фигово то, что в нем единственное, не изменили стики. Они очень похожи на стики PlayStation 4. И они, знаете, ну, не то, что я не скажу, что они какие-то прям некомфортные. Просто они, наверное, чуть хуже, чем у иксбоксовского. Наверное, скорее всего, из-за выпуклой формы. Плюс из-за качества. Так, это у нас подставка. Кстати, сделано, но весьма необычно. Весьма необычно. О, это та штука, в которой помещается болтик. Когда первый раз это показали, просто все такое восхищение кинули, что это будто, я не знаю, они там Америку открыли. Да, как бы это интересное решение, что когда у тебя, ну, не нужен этот болтик, он лежит у тебя прямо в подставке. Это клево. Но чтобы как-то этим восхищаться, не знаю, как по мне, это не очень. Также, вот, смотрите, у меня возникает вопрос, вернее, не вопрос, а такое вот, такое потребительское, блин. Зачем что-то прикручивать? Вот, например, консоль иксбокс, серия 6, он классен тем, что ты его просто поставил так-так, и ничего ты не прикручиваешь. Чтобы поставить так или иначе плойку, тебе нужно что-то выкручивать, какие-то болты, и, на мой взгляд, это вот с точки зрения потребителя, маленький минус. Опять же, я не придираюсь, я просто комментирую то, что вижу. То есть, так скажем, это не такая глобальная проблема, из-за которой, так скажем, плойку не купить. Самое главное, чтобы она вот стояла, не ломалась, играла и все. Повторно обращает внимание на эту штуку, типа, смотрите, смотрите, мы положили, крутецко. Вот, сейчас ее поставят на середину, это, кстати, очень интересно. Мне, кстати, прикалывает, как она крепится. Вот это прикол. Я понимаю, что она, скорее всего, не перевалится на ту или иную сторону, но то, как он потрес, это выглядело действительно странно. Типа, я понимаю, что, как бы, ну, как подставки не поставить в этом случае, она в любом случае будет трястись, но это как-то странно. Кстати, мне очень хочется попробовать геймпад с DualSense именно из-за тактильных ощущений. Конечно, вряд ли они там что-то нереально новое придумали, но, по слухам, это интересно. Кстати, тот, кто пишет, что там плойка пятая скопировала геймпад с Xbox One, не знаю, никаких, так скажем, схожестей не вижу. Так, вот это сравнение пошли именно с габаритами консолек. У меня, кстати, тоже плойка вторая была. Плойки третьей не было. Не, ну, да, в этом поколении, конечно, плойку сделали реально большой. Я помню, как срали Xbox One из-за этого, что, капец, какой он большой, что же делать, а вот теперь обладатель PlayStation 5, что будете делать? Да не, на самом деле ничего, просто поставят ее, не знаю, куда-нибудь на полку, и все. И как бы ничего такого нету в габаритах. Так, это, наверное, все. Да, это все, тут осталось-то немножко. Что могу сказать? Знаете, на самом деле, если сравнивать вот эту распаковку с распаковкой Xbox, то Xbox немножко подзаморочился и сделал, наверное, упаковку более премиально, более презентабельно. Потому что, ну, опять же повторюсь, что это прикольно, когда ты открываешь ее как шкатулку. Единственный момент, который я не заметил в этой коробке, сейчас даже, наверное, отмотаю, посмотрю. Да. Плойка, вот мне в коробке, единственное, если мы обсуждаем уже коробку, мне понравилось то, что Sony сделали ручку в своей коробке. Ручки у Xbox Series X, к сожалению, нет. То есть, чтобы перетащить консоль, ты взял за ручку и пошел. Xbox Series X ты будешь тащить именно вот так. Все то, что мы сейчас увидели и комментируем, это, по сути, капля в море. И, на мой взгляд, это никак в большинстве случаев не должно влиять на выбор игрока, потому что это такие побочные критерии, на которые смотреть, пожалуй, вообще не стоит. Типа коробка, распаковка и так далее. Просто вот я посмотрел ради интереса. Но, опять же, если сравнивать то, как упакована консоль, я, наверное, больше предпочтение отдам Xbox. Кстати, напишите в комментариях, чья коробка вам понравилась больше. И, наверное, на этом все. Обязательно напишите в комментариях свое мнение насчет этой распаковки, что вам понравилось, что не понравилось. Может быть, какие-то минусы или плюсы заметили. Ну, а также, если понравился видос, ставь лайк, подписывайся на канал. Большое спасибо тебе за просмотр и до новых встреч.